наука и технологии на телерадио канале страна fm дорогие друзья добрый день еще раз наука и технология начинается в студии лиза калинина и у меня сегодня в гостях вице-президент инвестиционной компании qbf владимир масленников владимир здравствуйте добрый день спасибо большое что вы к нам пришли и мы сегодня поговорим на такую тему деньги в контексте праздников трат много сейчас да вот давайте сначала так обозначим какие могут быть сложности трудности у среднестатистического россиянина вот в этот вот самый такой активный период декабрьский предновогодний вот какие могут быть ошибки может быть но на мой взгляд самая большая ошибка это потратить больше чем у тебя есть и соответственно влезть какие-то кредиты долг соответственно я не вижу ничего плохого в долге но я вижу плохой долг ну скажем так который ты не можешь обслужить я имею виду финансово это плохо соответственно ты дальше уже в общем там январь февраль март ну и там может еще полгода будешь грустить по поводу нового года то что да возможно ты сделал там хорошие подарки еще что-то придумывал но потратил слишком много то есть опять же я достаточно прагматичный человек мне кажется в россии до широкая душа это хорошо но опять же бездумно такая именно бездумно гуляем на все не прогнозируешь потом да что все верно и опять же взять кредит там под очень высокий процент возможно в микрофинансовых организациях то есть я считаю что это не очень здорово то есть первая ошибка это влезть в долг ради подарка но потом непонимание как в новом как новый год ты будешь начинать то есть что что у тебя остается ну то есть опять же всякие бессмысленные действия там опять же они зачастую там вот в новый год я знаю много людей тратить деньги но непонятно на что допустим там пьяная езда какая то есть опять же дешевле взять такси то есть необдуманные действия как финансовые так и не финансовые но опять же у меня наверное больше про финансовые спрашивают да то есть опять же набрать кредитов чтобы хорошо справить потому что новый год тонн всего раз в год вот но опять же я считаю надо если говорить фразе логизм опасенник шапку ну понятно то есть короче обдумывать свои траты не брать кредиты смотрите а вот такой момент когда многие компании наоборот предлагают огромное количество каких-то скидок вот эти акции два по цене одного и таким образом создается ощущение что ты вроде как экономишь ты приобретаешь много всего потом какой-то адекватной цене но тоже тоже порой иллюзия да какая то ну это скажем так это каждый раз по разному то есть смотрите тут опять же когда две по цене одной значит у компании очень небольшая накрутка на эту вещь большая накрутка либо они пытаются скинуть даже в минус потому что опять же в новый год уходит все опять же наверняка вы часто в торговые центры ходите там появляются такие островки островки там что-то про допустим там икру игрушки какие-то конфетки такие новогодние да 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 то есть в новый год действительно сверх потребление то есть прошлый год там по моему 900 миллиардов именно на эти праздники потратили новогодние россияне а да да чуть побольше то есть опять же ближе к новому году сверх потребления опять же растет да 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 потребление надо соответственно сверх потребление ну плюс ко всем черные пятницы которая была относительно недавно да относительно недавно то есть она тоже вроде как можно было что-то на новый год купить в россии вот еще не распространено еще кибер-мандай то есть это То же самое «Черная пятница», только в понедельник. И в интернете. Да, и в интернете. У нас, да, сейчас небольшая пауза. Друзья, мы продолжим, говорим сегодня о деньгах в контексте праздников. Как быть, вот нам сегодня подскажут. Небольшая музыкальная пауза, скоро вернёмся. Наука и технологии. Наука и технологии, дорогие друзья, мы продолжаем. У нас в гостях сегодня эксперт Владимир Масленников. Мы говорим о деньгах в контексте праздников. Как быть? Смотрите, Владимир, ну, поняли, что много трат перед Новым годом, необдуманных. То есть первый совет, который мы можем дать, чтобы у нас эфир был более такой прикладной, это, ну, распланировать свой бюджет так, чтобы понимать, на что мы в январе-то будем жить, да? Ну, не обязательно распланировать. То есть распланировать — это что-то скучное. Я вот, честно, не планирую. Но как бы планировать и понимать свой бюджет — это разные вещи. То есть там, вот я потрачу столько, потрачу столько. Надо хотя бы просто понимать, сколько ты тратишь и на что ты тратишь. И опять же, как ты тратишь, потому что потратить тоже можно по-разному. Допустим, есть всякие программы с кэшбэком, соответственно, ты можешь там 1-2% вернуть в любом случае. То есть, соответственно, ты потратил 100 тысяч рублей, на тебе тысяча в любом случае вернется назад. То есть, да, это немного, но, опять же, при прочих равных тебе не надо ничего делать. На кредитных некоторых программах там гораздо более высокие кэшбэки. Опять же, про кредитные карты есть. Вот давайте поговорим про кредитные карты, потому что вне эфира сейчас, пока я играл в музыкальную композицию, вы мне сказали о том, что как раз в празднике можно воспользоваться, ну не только в празднике, всегда, но в празднике там как-то вообще актуально, можно воспользоваться кредитными картами, но тут внимание, теми, которые можно погасить беспроцентно, да? Это все, просто вы понимали, это все карты, у них есть так называемый грейс-период, то есть первое, что я бы вам посоветовал, это ознакомиться вообще с кредитными картами. С условиями всеми? Нет, не со всеми, просто хотя бы понять, как она работает, потому что кредит и кредитные карты, это вот две совершенно разные вещи, то есть, опять же, допустим, в западных странах они более распространены, то есть именно пользоваться кредитками, это не значит то, что там у тебя нет денег, а значит то, что ты пользовался. Как бы в долг. Да, это значит то, что ты пользуешься кредиткой, вот все. Ну, это пользование кредиткой, значит то, что ты пользуешься кредиткой, все, больше это ничего не значит. Не значит то, что ты бедный, богатый, значит то, что ты пользуешься кредиткой. Соответственно, чаще всего на кредитных картах намного более интересные условия, чем на дебетовых, потому что, опять же, там есть определенный риск, то, что ты как-то забудешь погасить и банку выгоднее давать хорошие условия на кредит. Соответственно, опять же, тут я призываю посмотреть... Условия, которые есть. Посмотреть условия, то есть, опять же, в основных банках, более крупных или некрупных, и что для вас более... Ну, я тут тоже, да, готова поделиться с нашими слушателями, зрителями, то есть вот у некоторых банков там как раз такая система, как-то в течение 50 дней ты можешь без процента погасить вот тот, ну, так скажем, займ, который ты сделал, и у тебя действительно очень много бонусов там в виде либо кэшбэка, либо тебе какие-то бонусы в каком-то магазине ты их можешь потратить. Милли, да-да-да, авиа, ну и так далее. Но здесь всегда важно помнить, что тебе нужно не просрочить вот этот платежный период, потому что иначе процент будет достаточно высоким. Есть даже более входящее слово. Да-да-да. Все-таки просрочить для эфира. Да, окей. Вновь у нас небольшая пауза, друзья, рекламная. Скоро продолжим. Наука и технологии. Друзья, вместе с Владимиром Масленником сегодня я, вице-президент инвестиционной компании QBF. Мы говорим о деньгах в контексте праздников. Остановились на кредитных картах. Друзья, главное не забывайте их пополнить. Вовремя. Вовремя. То есть, опять же, это не мелким шрифтом написано. Это всегда очень-очень доступно и понятно. Не волнуйтесь. Да. Вот, соответственно, просто, ну, надо взять за правило, допустим, 24-е число я должен пополнить свою любимую кредитную карту, которую я везде расплачиваюсь. Соответственно, ну, в любой день, допустим, там, ну, лучше на 20-е поставить себе напоминалку в смартфон. Смотрите, ну, а почему вот вы как эксперт считаете, что люди до сих пор боятся вот любого предложения от именно кредитной карты? То есть, есть какие-то последствия, с которыми люди сталкивались? Не до конца изучили нужную информацию? Потому что, в принципе, вот эти 300 тысяч, да, о которых мы там говорим, которые есть, условно, да, 100, они же очень даже помогут вот как раз перед Новым годом, например, все купить, а потом пополнить без процентов. То есть, опять же, давайте объясню, допустим, те же самые 300, ну, там, 100 тысяч вы потратили под Новый год, вам их надо будет погасить там только ближе к февралю. Да. Но, опять же, надо, чтобы... Там 50-40-50 дней, по-моему. Ну, да, то есть, опять же, надо, чтобы к февралю у вас эти деньги были. Если их у вас не будет, к февралю все будет очень печально. То есть, опять же... Процент будет большой, да? Ну, все зависит от банка, но в основном, да, банки на этом зарабатывают. То есть, опять же, я бы советовал как минимум, вот, слушателям, у кого нет кредитной карты, посмотреть и понять, что это. То есть, опять же, я знаю многих людей, допустим, мои коллеги, они говорят то, что кредитная карта для меня это неприемлемо. Там, мне, условно говоря, мои убеждения не позволяют. То есть, то, что я живу в кредите, я говорю, ну, это же бред. Это нерационально. Да, это бред, это нерационально, но, тем не менее... Ну, может быть, здесь какой-то страх, да, что... Да, есть определенный страх, перед словом кредит и кредитная карта, но, опять же, это не рядоположные понятия, то есть, это разные. Кредит и кредитная карта, это совсем по-разному. Смотрите, вот с чего вообще начать? Вот прежде, допустим, чем заниматься, так скажем, своей финансовой грамотностью, нужно сначала понять, сколько ты тратишь. Вот какие вы дадите там советы? То есть, мы не говорим про планеты, просто посчитать, вот на что и куда у тебя уходят деньги, да? Ну, да, но, опять же, ну, это не то, что если там бумажки считать, там, калькулятор взять, опять же, там, получая, образно говоря, там, 100 тысяч, так, у меня к зарплате постоянно я должен, там, допустим, Сереже или Алёше 20 тысяч, соответственно, так, надо бы... Снимаю у них квартиру. Да, надо бы мне, там, ну, чуть меньше тратить, то есть, допустим, получается, что я тратю 120, или, допустим, так, соответственно, я получаю 100 тысяч, и у меня постоянно Серёжа или Алёша берут 20, ну, соответственно, я 80 трачу. Может быть, не самая лучшая идея, там, давать Серёже или Алёше 20 тысяч. То есть, опять же, надо понять свой примерно месячный бюджет, но, опять же, да, если есть какие-то накопления, то, да, ну, можно со спокойной совестью их, там, на подарки любимым потратить, потому что я считаю, что семья – это самое важное, что у нас есть в жизни. Все, хоть там материалисты, но семья – это, я считаю, вот основополагающий фактор. Ну, то есть, ну, нельзя, там, как-то на подарок маме или папе, или, там, детям. Можно взять и кредит. Ну, лучше прогнать через кредитку, то есть, брать кредит – это не очень правильно. Сделать кредитку, я считаю, это правильно, это хороший финансовый продукт, но, опять же, там, главное, вот именно понять, что такое грейс в период, и когда надо положить, чтобы не было больно. Ну, да, с этим мы разобрались. Вот, то есть, опять же, допустим, та же самая кредитка, но она стоит, там, ну, в год, ну, в пределах тысячи рублей, но, опять же, с нее можно больше заработать. А некоторые карты даже бесплатные, по-моему. Некоторые даже бесплатные, но, там, опять же, ну, я знаю несколько карт, которые очень дешевые, просто, там, не надо… Не очень условные. Да, и с хорошими условиями. А, с хорошими условиями. То есть, опять же, есть дорогие карты, но, опять же, тут надо просто четко понять, просто, как говорится, дорогу осилит идущий. Ну, понятно, везет там, кто везет, да, разбираться, изучать и смотреть. Друзья, рекламная пауза, скоро продолжим. Наука и технологии на телерадиоканале «Страна.ФМ». Продолжаем мы проводить такой финансовый ликбез. Владимир Масленников в гостях у нас сегодня, финансовый эксперт. Владимир, вот смотрите, когда, допустим, люди живут на зарплату, ну, то есть, они не бизнесмены, а получают зарплату там стабильно, вот они знают, два раза в месяц, например. Вот здесь, есть ли какие-то моменты, с помощью которых мы можем приумножить, какие-то советы дать? Ну, допустим, вот человек знает, что у него есть такая сумма первые полмесяца, другая такая. Можем ли мы как-то посоветовать куда-то вложить, какую-то придумать схему? Что-то посоветуйте нам или нет? Ну, смотрите, как бы первое, опять же, то, что я говорил, это понять свою банковскую инфраструктуру, то есть, опять же, какими карточками вы пользуетесь и просто, ну, завести кредитку, если ее нет. Ну, это мы поняли, да, про кредитки. Это, так, соответственно, просто поинтересоваться финансовыми продуктами, которые они есть, допустим, те же самые фондовые рынки, те же самые там ставки в банках, те же самые там, ну, всевозможные условия, ну, как что, куда инвестировать, но опять же, если ты вот живешь от зарплаты до зарплаты, то тут в первую очередь я бы советовал именно инфраструктуру своих расходов посмотреть, то есть, опять же, если ты не можешь заработать, ну, сэкономить. То есть, ну, на мой взгляд, это наиболее адекватно. То есть, опять же, так, что вот деньги, они где-то там появились и материализовались, вот просто так, ну, такого не бывает. Ну, по крайней мере, лично со мной. Не происходило пока. К сожалению, чтобы я ушел так, вот сумка с долларами или даже с рублями. Лотерею может выбирать, кто же вас знает. Лотерею, но опять же, я человек не азартный, ну, может быть, и зря, но удачливый, то есть, может быть, поэтому как-то... Ну, что же вы нам тайна в эфире, раскрывайте. Вот. То есть, в принципе, не азартный, но удачливый. В принципе, возможно, возможно, лотереи и неплохо, если методичные покупать. Но разово, не знаю, я в это не очень верю. То есть, опять же, если вы хорошо понимаете, там, какая команда в футболе выигрывает, то есть, возможно, там какие-то ставки стоит делать, но опять же, все данные, ну, все подобные компании существуют, потому что в основном люди проигрывают. Ну, как бы, это... И это логично. Казино своего рода. Ну, то есть, опять же, есть люди, кто обыгрывает казино, те, кто хорошо понимают... Схемы. Ну, да, схемы, то есть, допустим, там, в некоторых карточных играх. Так и здесь. То есть, опять же, тут, ну, опять же, я не советую это использовать для того, чтобы там вот заработать себе. То есть, какой-то вот совет дать. Ну, понятно, то есть, тут какой-то рекомендации нет. Ну, то есть, самый простой и древний совет просто копи. Там, допустим, с зарплаты откладывай что-то там. Там, я не знаю, половину, не можешь половину, там, 5%, хоть что-нибудь откладывай и просто и не срывайся то, что, ой, боже мой, попойду. Ну, в общем, подушку безопасности копей. Ну, да, какая хорошая шуба или вот там машина по акции. Время пришло. Да, вот. То есть, ну, опять же, там... А, кстати, перед Новым годом, мне кажется, соблазн же больше и больше как раз потратить. Скидки-то большие. Соблазны, они повсюду. Смотрите, а вот вообще, вот я уже начинала говорить на эту тему, перед Новым годом вот эти скидки, которые есть, они, ну, то есть, оправданы, либо это накручена цена, а потом с нее делается скидка. Вот как чаще происходит? Ну, опять же, допустим, те же самые вещи, ну, выгоднее, да, покупать в... Все-таки в этот сезон распродаж. Да, в режиме распродаж. То есть, ну, почему нет... Он настоящий, ну, то есть, он не... Ну, да, 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 ну, то есть, в любом случае... Такой липы там нет. Ну, тем же самым там магазином, ритейлером, ну, если мы сейчас не про продукты говорим, а в любом случае им надо товар в деньги вывести. То есть, ну, как бы, опять же, они там часть вывели, соответственно, ну, часть вот товара у них, ну, следующий сезон, чтобы отлеживался, ну, нет. В общем, надо все завершить в... Ну, да, то есть... В 2018 году, например. Ну, то есть, они, допустим, что-то вот там, допустим, могут продать по 100, соответственно, может быть, весь товар там продался, все, соответственно, ну, у него нет скидок, потому что нет товара. Соответственно, там, допустим, партия тоже другая там на 100, 80 продалось, 20 осталось, соответственно, можно сделать скидки там. Какие-то небольшие, но ты понимаешь, что это точно будет продаваться. А какая-то партия, допустим, половина продаватель там может сделать скидки. Просто заберите, ребята, потому что, опять же, если ты владелец бизнеса, нет ничего хуже, если у тебя там вот много денег в... В товаре. Ну да, в товаре, то есть, опять же, там... Как бы живых денег нет. Да, деньги лучше, чтобы в оборотке были, то есть, это нормально, ну, что-то покупать на скидках, то есть, опять же, тот же самый товар можно купить вот в предновогодние праздники, то есть... Тот же самый товар с большой скидкой. Ну да, то есть, допустим, там, те же самые шубы. Ну, понятно, бытовую технику. Да. Вот тебе и подарок. Слушайте, спасибо, потому что мне всегда казалось, что в этом какой-то есть подвох, вот в чем-то я не разбираюсь, в этом есть какой-то подвох. Почему все так дешево стоит? Почему? Что-то в этом... Ну, опять же, у каждого товара есть сезонность, допустим, те же самые автомобили, но ни для кого не секрет, то, что, допустим, в январе они дешевле стоят машины прошлого года, потому что там просто циферка будет не 19, а 18. То есть, да, то есть, ну, опять же, все давно знают вот эту тенденцию, то, что, да, можно что-то вот заработать. Но, опять же, просто компания меньше прибыли с вас получит, и все. Это нормально. У нас приходят вопросы, и, в частности, людей, конечно, волнует вот эта история. Мы просто заговорили про кредиты, и люди говорят о том, что часто берут кредит, понимают, что это там в три дорогие... Мы сейчас не про кредитные карты вопрос, а именно про... Да, именно про кредит. Вот ваше отношение к этому, все-таки машину купил и пользуешься ей. Вот тут также вопросы по квартире. В общем, я так понимаю, ваше отношение к кредитам, как вы к этому относитесь, как финансист, что скажете, что посоветуете. Да, можете еще раз сформулировать вопрос, чтобы я наиболее точно на него ответил. Давайте тогда, у нас сейчас прозвучит песня, и мы к этому вернемся. Окей. Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Друзья, продолжаем. Вот остановились. Вопрос к вам про кредиты. Владимир Масленников, наш эксперт. Смотрите, вопрос такой. Люди спрашивают, что вы думаете, брать машину, например, в кредит или копить, кредитом не пользоваться. Ну, имеется в виду история такая, вот ты кредит взял, но ты вроде как бы переплачиваешь, но хотя бы пользуешься уже здесь и сейчас, не ждешь чего-то там. Либо все-таки накопить, купить может быть похуже, но зато у тебя никаких долгов. Ваше мнение. Ну, смотрите, по поводу, опять же, там, кредит на машину. И причем у нас несколько похожих вот таких вопросов. На квартиру и прочее. То есть, да, безусловно, опять же, я скажу, обслуживать кредит. То есть, вы можете обслуживать кредит, да, делаете. Но, опять же, если там какая-то ставка заоблачная, то... Ну, к примеру, у вас зарплата там 40 тысяч рублей, да? Ну, да, но если у вас половина уходит на машину, ну, 20 тысяч платите в месяц на кредит? Нет, ну, если для вас вот экстренно важно, чтобы была машина, то есть, вы живете там где-то вот, ну, не в фешей доступности. Ну, вам она нужна, в общем, понятно. Да, если она прям вот вам жизненно нужна, вы там родители там трех детей, их надо развозить, то есть, да, но, опять же, в большинстве случаев, то есть, допустим, сейчас в Москве, сейчас мы в Москве, ну, нет необходимости машины, то есть, тут наоборот, больше стороны такси. Я, опять же, отвечаю на вопрос, не берите кредит, который вы не можете обслуживать, не берите кредит, допустим, та же самая машина, вот вы взяли кредитную машину, вот представьте, вот самую плохую ситуацию, у вас ее угнали, или она сгорела, или она, ну, что-то с ней вот случилось плохое, то есть, опять же... Страховку, да, платите с у тебя в кредитах? Ну, да, но, опять же, страховку, и там надо как-то выбивать, то есть, там, опять же, вот это драматичная ситуация. Ну, есть какие-то сложности, да. Да, то есть, опять же, и насколько вот вам тяжело будет жить и в дальнейшем с кредитами, то есть, да, машину купить, это все здорово, это всегда приятно ездить на новой машине, это, ну, просто... Ну, в общем, подумать надо о последствиях. Да, 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 то есть, опять же, ну, если кредиты забирают у вас половину зарплаты, что-то идет не так, ну, или там половина семейного бюджета, это прямо вот пора бить в колокол, соответственно, если вы уже вот в такой ситуации, я бы советовал посмотреть на кредиты, ну, поймите, вам не обязательно с ними ехать там до конечной станции, то есть, можно где-то реструктуризировать кредит, то есть, вы взяли в одном банке, вам там продали суперидею, но под огромный процент вы можете в какую-нибудь другую банку обратиться, сказать, а может быть... То есть, можно я буду вам платить кредит, то есть, перейти, да? Да, можно я буду вам платить, и опять же, ставки, они тоже меняются, то есть, если вы там три года назад брали, то сейчас, возможно, ставки другие, то есть, опять же, если у вас тяжелый кредит какой-то, ну, посмотрите, возможно, его можно сделать легче, и опять же, там где-то вы смотрите, то, что, ой, да там всего выгода в тысячу, там в две тысячи, ну, как минимум, у вас будет уровень экспертизы, как вы один кодит поменяли на другой, и всегда считаете на год, на год это, ну, будет там тысяча двенадцать, то есть, это уже как-то там поприятнее. Ну, понятно, вроде кажется, что в месяц маленькая сумма, а в год уже 12 тысяч рублей. Да, 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 то есть, опять же, или, допустим, там переплата по кредиту, там, ой, вот сейчас, допустим, новый iPad 44 рубля в день, посчитайте в год это сколько. То есть, сколько там переплата будет. Ну, да, тут, кстати, очень классный вопрос, в том плане, что перед Новым годом очень часто сталкиваешься, не встречаешься с такими предложениями приятными, хорошими, дешевыми, вроде как. Да, 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 то есть, с разбивкой на день, с разбивкой на месяц, просто посчитайте, опять же. Тем более, тебе плесуют, там, допустим, iPad и часы, Apple Watch, ну, что-то такое. Да, 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 То есть там, опять же, заманивают. То есть просто тут не надо быть каким-то суперученым. Опять же, образований пятиклассов вполне хватает, чтобы посчитать все это. Смотрите, у нас остается буквально три минуты эфира. Вот что вы скажете, мы просто так замолвили друг другу слово вне эфира по финансовой грамотности населения. Может быть, мы дадим какое-то, опять-таки, напутствие, совет. Это... Нас же в школе не обучают как таковому вопросу, что-то появляется. Что-то появляется, но, опять же, это что-то. Ну, самое простое, если прям вот вы совсем ничего не понимаете, но что-то хотите, видите, там вот сейчас есть много финансовых советников, допустим, в том же самом Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте. Как приложения такие, да? Не, не как приложения, просто там человек, кто постит какие-то новости, сразу говорю, я этим не занимаюсь, но есть и люди, кто этим занимаются, и действительно там, ну, они дают такие вот базовые советы, и люди думают, о, действительно, то есть, опять же, подпишитесь, посмотрите, там люди периодически интересные вещи рассказывают. Сразу повторюсь, я этим не знаю. Ну, понятно. То есть, ну, к тому, что вы настаиваете на том, что человек сам должен образоваться, никто себе никогда этого не научит. В общем, в сторону финансового, оно нужно, то есть, опять же, дашь ли вы, там, художник, я не знаю, там, балеринок, кто угодно. В общем, человек в творческих специальностях неприземленный. Да, то есть, опять же, ну, в любом случае, как тратить деньги, то есть, там, что-то можно оптимизировать, там, прогонять через кредитку, почитайте об этом, там, на сайте банков, на страницах финансовых советников. То есть, я уверен, то, что, ну, тут у вас аудитория не 60-летние люди. И они тоже, надо тоже им помогать. Ну, я уверен, они не большинство, там. Вот, но в любом случае, посмотрите, подпишитесь, то есть, ничего сложного в этом нет. То есть, просто, на советы для начинающих, начинайте. Начинайте, просто посмотрите, там, зайдите на сайт банка текущего, посмотрите, сколько у вас плата, там, за то, за другое. Ну, опять же, просто начинайте. Ну, да, вот это очень классно. Вы сказали просто про людей 60-летних, и очень интересно, как об этом думает поколение постарше. Я все уговаривала, там, своих родителей, чтобы они переложили деньги, ну, с обычной карты на карту с кэшбэком. И долго объясняла, что это лучше, чем... У меня аналогичная ситуация, это прям с боем, с криками, с шумом. Какой-то есть в этом страх определенный. Ну, да, но это ментальность, то есть, как бы ее тяжело там поменять, то есть... Ну, надо стараться. Да. Спасибо вам огромное, друзья, но мы советуем вам не транжирить деньги, покупать все с пользой, только нужное. Вице-президент инвестиционной компании QBF был у нас в гостях, Владимир Масленников. Владимир, спасибо вам большое. Спасибо, что пригласили. Вас с наступающим Новым годом. Приумножить и клиентов, и денег. Будем стараться. Старайтесь. Спасибо огромное, друзья, мы скоро вернемся, будьте страной.